Версию о том, что новый клип «Живой» посвящен Навальному, высказал блогер Александр Штефанов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. В своем телеграм-канале Штефанов указал, что песня была презентована в годовщину ареста оппозиционера по возвращению в Москву. Навальный прилетел в Москву 17 января 2021 года. Он был арестован судом на следующий день, а клип вышел 18 января 2024 года. Поддержите наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь. Поехали дальше. Кроме того, Штефанов усматривает отсылки к истории Навального в самом названии клипа «Живой». Оппозиционер вернулся в Москву, восстановившись после предполагаемого отравления в августе 2020 года. Также в строчке с «Победой вернулся домой» Навальный вернулся из Берлина рейсом авиакомпании «Победа». Журналист Олег Кашин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, развил предположение Штефанова и опубликовал серию картинок, где публикуются пояснения поклонникам текстом песен различных авторов. Там опубликованы пояснения тексту песни «Живой», который практически по строчке отсылает к истории возвращения и ареста Навального. Кашин предположил, что Дронову придется опровергать версию, что песня посвящена именно Навальному. В телеграм-канале «Пултелеграм» со ссылкой на неназванные источники в окружении Ярослава Дронова заявили, что он якобы завуалированным образом решил подыграть либеральной аудитории и западным странам. Авторы напомнили про ситуацию с новогодним шоу «Песню года», когда российские артисты Александр Льева, Филипп Киркоров, Валерия, Полина Гагарина якобы демонстративно игнорировали шамана. По словам окружения певца, он опасается оказаться в ситуации, когда его карьера и популярность ограничатся российской аудиторией, а за рубежом его, считая недвижимость, окажутся под санкциями. Игра в «Патриота», как оказалось, практически лишила певца шансов на творческое развитие. Рамки дозволенного сильно сузились, а период популярности патриотического контента короткий. После завершения волны, на которой сейчас шаман зарабатывает огромные деньги, моду вернутся исполнители в разных жанрах, а ему могут припомнить подозрения в нитриционной ориентации и отменить, пишут пултелеграм. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok